Добрый вечер всем! Сегодня у нас 22 марта 2023 года. У меня сегодня 9 часов 25 минут на моих часах. Ну и, в общем-то, как обычно, наступил вечер. И, знаете, вечером мне иногда хочется с вами поговорить. У меня уж прямо традиция, знаете, что-нибудь сказать. Бывают, конечно, такие моменты, когда мне тоже хочется отдохнуть и ничего не говорить. Но, в общем-то, сегодня, ну, как будто бы есть что-то сказать. Вот, у меня, в всяком случае, так кажется. Немножечко расскажу о нас, чем мы сегодня занимались. И, знаете, ну, честно говоря, день был такой, знаете, насыщенный, загруженный, так скажем. Ну, во-первых, сейчас начну, наверное, с того, что, ну, с погодой, может быть, так, как в традициях, опять же, в моих видео. Погода такая дождливенькая у нас. Ну, не холодно-холодно, ну, не жарко-жарко. В общем, короче говоря, градусов 14, ну, может быть, 15. Вот так у нас тут в нашем регионе. Ну, в общем, пока так держится. Ну, дело как бы не в этом, а, в общем-то, рассказать-то хотелось. О чем пошли сегодня мы, ну, где-то в первой половине дня мы собрались, поехали, как я вчера вам говорила, на встречу с нянькой для нашего Рейку, собачки Рейку. В общем, короче говоря, нашли. Она недалеко от нас, ну, километров 13, наверное, живет вот так, примерно на машине, 13 километров. Ну, это сколько? Минут 15, короче говоря, проехали. Нашли мы ее, вот, ну, с трудами, так скажем. Ну, в хорошем таком месте расположенном, в небольшом городе. Вот, дом у нее такой индивидуальный, двор есть, в общем, короче говоря, нас пригласила женщина. Ну, может быть, знаете, написано было, что ей 43 года, я бы так с виду дала бы, все бы 60. Ну, не знаю, в общем, короче говоря, вот так. Как бы неважно, очень любезная женщина, очень такая хорошая, поговорили, все. Знаете, самое главное, берет не очень дорого. То есть она говорит, ну, я вам предлагаю его, допустим, отвезти, ну, предположим, где-то в четверг. Она говорит, вечером так ей удобнее будет. Нет, в среду вечером заберете его в пятницу утром. Представляете, две ночи у нее будет ночевать. Мы говорим, ну, сколько нам это обойдется? Она говорит, я с вас дорого не возьму, 10 евро. А мы говорим, ну, это неудобно, две ночи, значит, раз у вас написано на вашем, допустим, там, ну, листе, мы нашли ее на сайте. Если говорим две ночи, значит, получается 20 евро мы можем отдать, это не такие большие деньги. Она так обрадовалась, знаете, прямо очень обрадовалась, несказанно, как так скажем, обрадовалась. Говорит, ой, да, очень хорошо, ну, в общем, короче говоря, у нее там три собаки дома, ее две собаки, уже стареньких, таких больших. Ну, и одна малюсенькая такая собачка тоже, в общем, короче говоря, вот. Но дело-то даже не в этом. Я-то, конечно, бы не планировала, что на три дня его оставлять на две ночи, там, почти, знаете, вот, потому как он у меня закапризничал. И собаке-то ему неинтересно, и давай проситься у меня домой, и видеть, что, видимо, понял, что мы его хотим тут оставить. В общем, прямо, ну, вижу его, и хвостик-то поджал, и, в общем, глазки-то такие у него, и у меня самое настроение не исполнилось. То есть она вроде женщина хорошая, и место там неплохое, и сад у них есть, и, в общем, там лежанки для собак. У нее все организовано, она так нелегально, так скажем, этим и занимается, потому что попросила оплачивать не через сайт, а через, короче говоря, деньги давать в руки, в руки. Вот, ну, нам нет проблем, и, господи, ну, подумаешь, какая, в общем-то, разница. Она говорит, мне так будет удобнее и лучше, вот. Ну, видно, что она там собак, видимо, держит, этим подрабатывает, хотя сама она работает где-то, ну, в доме престарелых, короче говоря. Вот, ну, мы так с ней разговаривались. Ну, вроде неплохая, нормальная женщина, вот, с виду так, мгновенная. Ну, в общем, вот так. Ну, у меня опять, знаете, сердце болит за моего райку, сердце привезли домой, его принесли. Ну, уже когда познакомились, он так домой захотел, пришел домой, и мы прямо, знаете, даже его и не узнали. Он у нас стал такой грустный весь такой, и прямо к нам жмется. И я прямо вот целый день, знаете, сегодня об этом думаю, думаю, бедный мой песик, может, мне его куда-то в другое место отправить, чтобы, ну, да, мне дадим, мы кому-нибудь там 20 евро, не знаю, еще думаю сама пока. Может, думаю, бывшему мужу, что ли, поговорить с ним, потому как мы как раз поедем, когда в Пуатье, город Пуатье, мы как раз будем проезжать мимо моего бывшего мужа. Я уж думаю, ему, что ли, позвонить, ему отдать его утром и вечером забрать, и тогда он ночью будет уже дома у нас с нами. Тут две ночи, бедный ребенок, он, в общем, у нас испугается. Видела прямо я, что он прямо как-то боится, ему страшно, что его отдадут. Потом думаю, может, какой-нибудь стресс вообще у него будет. Короче, мы тут с Жанюком думаем и думаем, не знаем, что и делать. И Жанюк-то тоже, в общем-то, у меня как-то загрустил. Ну, в общем, вот так. Ладно, это у нас вот такие дела, вы знаете, всякие, как говорится. Ой, в общем, короче говоря, с собаками, это, конечно, с животными, это тоже еще та головная боль. Вот, переживаем за них, как за, ну, за людей, скажем так. Ну, а к вечеру у нас приехал тут сын Жанюка, ну, поужинать кое-что принес тут ему, ну, по делам какие-то дела свои, поговорили, поболтали. Ну, хороший парень, знаете, ничего сказать не могу, хороший старший сын у него. Такой, ну, нормальный мальчик, вот, ничего не могу сказать плохого про него. Короче говоря, тоже приехал, он в Ларошель живет, говорит, ой, там сейчас забастовки, все везде перекрыто. Короче, у нас тут, в общем, я говорю только у нас тут в нашем регионе, в Андеяс, вот, знаете, тишь да блать, да гладь да божья благодать, как говорится. У нас тут, знаете, как это другой мир, мы тут спокойно живем, так, знаете, постучу по дереву, у нас тут, как говорится, новости до нас не доходят. Тут вообще такой регион, он, ну, они сами по себе тут живут, они такие, знаете, вот, французы-французы, в общем, короче говоря, какие-то такие, трудно сказать, какие-то неплохие, но именно вот настоящие французы какие-то, знаете, такие вот. Все как-то не так, по-другому у них. Ну, вот, поэтому мы-то тут и живем спокойненько, не зная, что там в мире делается у нас тут. В общем, вот такие дела. Ну, близко от нас находится Ларошель, ну, минут от центра Ларошеля до нас, наверное, ну, минут, ну, 40, самое большее, не так далеко. Так вот, видите, тут в ближайшем регионе у нас там забастовки, бастуют тоже, в общем-то, как он сказал, выехать трудно, и, в общем, все везде перекрыто. Ну, потом, знаете, с ним тоже поговорили, ну, обо всем и ни о чем, как говорится. Ну, говорит, подняли сейчас аренды на жилые помещения. Вот он рассказывал, что теперь квартиру снять, ну, домик, квартиру трехкомнатную с тремя спальнями, то есть вот квартира с тремя спальнями, он говорит, Ларошеля сейчас стоит самая дешевая, 1300. Вот, представляете, как поднялись цены это вообще. У меня у дочки, не знаю, поднялась у ней аренда или не поднялась, трехкомнатная в городе Шале, тоже большой город, там, значит, она оплачивает, ну, 800 где-то примерно, не знаю, подняли у нее, не подняли, еще 800 пока, тоже большой город. В общем, короче говоря, что-то у нас тут так это туговато становится с этим. Вот, и вот он говорит, найти очень сложно, и 1300 еще и не найдешь. Во! Это, он говорит, самые такие дешевые квартиры. В общем, короче говоря, вот так. Хотя наш, наш, хозяин нашего дома, мы с ним встречались, он сказал, до конца года я не подниму вам, то есть не поднимется в цене наш дом. Ну, это вот немножечко такие вот, как бы говорится, новости из французской жизни. Вот, что я вам хотела сказать дальше. Ну, благодарю вас всех за ваши комментарии, что вы там мне оставили, что вы там пишете и, в общем-то, что-то спрашиваете, что-то поясняете. В общем, короче говоря, что могу вам отвечаю. Вот, единственное, конечно, не буду отвечать на такие там есть, ну, некоторые какие-то провокационные, на мой взгляд, комментарии. Вот, такие комментарии я не отвечаю, я их и не удаляю, потому как у меня тут было, в общем-то, замечание, что я вроде у кого-то что-то удаляю. Никакие комментарии не удаляю. Иногда, знаете, даже такие комментарии, которые вроде бы и нужно было бы и удалить. Вот, я только совсем уже, знаете, такие, ну, как бы это сказать, таких, ну, наглых людей, вот, совсем уж, которые обзываются, ругаются. Вот, таких, конечно, я буду удалять. Ну, кто таких, у меня, слава богу, пока не было таких, нету. Вот, были там некоторые, ну, уже давным-давно закрытые, удаленные, заблокированные. А таких, которые, ну, что-то там высказывают, рассказывают, ну, я, наверное, тоже удалять не буду уж там, если никто не ругается, не ругает никого, вот. Но на провокации, на всякие я отвечать тоже не буду, потому что, знаете, как я уже сказала, я живу во Франции, поэтому, ну, ничего про другие страны я ничего не знаю. Я, правда, не знаю, поэтому, знаете, чтобы, чтобы что-то рассказывать, чтобы как-то говорить, нужно, знаете, наверное, ну, как бы это сказать-то, нужно знать, о чем говорить, вот. А про Францию рассказываю, потому что знаю, здесь живет. Тут как-то тоже, знаете, был у меня тут, ну, в общем-то, так мне в частной переписке написали, что вроде как я ругаю Францию. Знаете, ни разу нигде я ее не ругала. Вот все, кто смотрит мои видео, знают, что я никакой, ничего не ругаю, я только рассказываю, что у нас тут происходит. Ну, правильно, все же понимают, что, ну, это же земная жизнь, всякая бывает, бывает так, а по-другому бывает. Что-то очень хорошо, что-то, знаете, какие-то трудности есть. Я всегда говорю, что здесь тоже есть свои трудности, свои нюансы жизни. Вот, ну, в общем-то, ругать я никого не ругаю, ничего не ругаю. Как живем и живем, вот, вот так вот. Поэтому такие вот провокации всякие, знаете, ну, как бы, если кому-то, ну, вот, мало ли есть желающие, которые хотят на какие-то другие темы разговаривать, они, конечно, могут найти. Есть ведь такие у нас и сайты специальные, знаете, всякие, ну, сайты, каналы. Вот, не сайты, каналы есть специальные, где люди на специальные такие темы разговаривают, специальные там форумы есть, где можно разговаривать. Ну, в общем, вот так я скажу, что я и за других каналов тоже, с других, да, за других блогеров я тоже не несу ответственность. То есть, понимаете, я только ответственность несу сама за себя, вот, за мои слова. За других я ничего не знаю. Не хочу, честно говоря, и знать. То есть, вот так-то, я имею в виду, а те, кто провоцирует, провокационные пишут комментарии, вот. Кто-то, кому-то не понравились, что мы тут устрицы едим. Ну, боже мой, знаете, 12 штук устриц за 5 евро, я не считаю, что это какая-то катастрофа. А потом французы, они же едят это. То есть, знаете, французов тут уж точно не переделаешь, что как-то мне тут и устрицы уже пошли, знаете, в укор. Ну, в общем, короче, немножко поворчу сегодня, чуть-чуть, вот. Ну, а что хотела вообще сказать вам? Там как бы вопросы были. О Жен-Люке спрашивали, насколько он меня, какая разница у нас с Жен-Люком в возрасте. Ну, я уж там ответила, еще раз скажу, у нас возраст, возрастная, так скажем, разница с Жен-Люком 5 лет. Вот, он меня на 5 лет старше. Вот, ну, я считаю, он не выглядит старо-старо, я тоже об этом уже вам и рассказывала. Вот, а что же я сегодня хотела сказать? Вчера тоже думала, передумывала. А, потому что тоже вопросы были про разводы, про браки, про паксы. Я-то как-то эту тему уже и поднимала, и уже как бы рассказы-то вела свои. Вот, ну, что хочу еще раз сказать, еще раз повториться. Может быть, кому-то это будет как бы тема интересна. Про разводы, что я хочу сказать. Разводы, они во Франции трудные, длительные. И нужно, знаете, как, не всегда, вот, допустим, у меня на мой развод денег нет. Вот, мой французский муж вроде сначала хотел, а сейчас что-то отказался. И вообще не знаю, где он и что он. Вот, если насчет райки буду ему звонить, спрошу, что, как дела у него, и что там с разводом. В общем, что-то пока молчит, ничего не говорит. Вроде, как бы дело-то начало, а потом передумал, может быть, не знаю. Вот, а мне, мне никто не помогает. Я уже сказала, во Франции очень довольно-таки странные законы. На мой взгляд, они странные. Вот, знаете, на взгляд человека, который приехал из России. Во, у нас потому что такого-то и нету. Тут, понимаете, на мой взгляд, эти законы французские, они какие-то, знаете, немножко непонятны. Как я уже сказала, я, находясь в браке, могу быть в конкубинаже. Вроде, получается, двойное, двойной брак, не брак, двойное, как бы, ну, как это сказать-то. В общем, короче говоря, ерунда какая-то. По нашим русским меркам так не бывает. Вот, это я, опять же, только за Россию, потому что про другие законы страны, какие законы в других странах, я не знаю. Вот, а у нас-то вот все, я вот всегда этим очень даже и удивлена. Вроде я в браке за французом, и в то же время не в разводе, и в то же время я в конкубинаже, представляете, у меня конкубинаж. Ну, бумаги о том, что у меня конкубинаж, вот что там мой конкубан, как говорится, Жан-Люк, этой тоже нет у меня. Но у меня есть доказательства, что я нахожусь с кем-то, живу с кем-то. Это наш общий адрес, это наши общие страховки, а это документы для французов. Адрес это как прописка, только она, где она прописка? Везде спрашивают, куда бы ты ни пошел, спрашивают прописку. Домиссиль называется ваш домашний адрес, вот. Поэтому, знаете, это та же самая прописка, и обычно показываешь или контракт о жилье, или показываешь контракт, что-то твой адрес, где указана твоя фамилия, предположим, страховки или еще что-то. В общем, нужно там показать, где твоя фамилия указана. У меня моя фамилия указана в контракте, потому что все остальные, как бы, коммунальные услуги и прочее, там одна фамилия Жан-Люка, это он все оплачивает. Вот так вот у нас, на нашем, так говорится, на нашей семье. Вот. Хорошо ли это, неплохо, но вот таким образом мы и живем. Ну, раз человек берет ответственность, как говорится, взял за меня, это, как говорится, хороший такой жест мужской, на мой взгляд. В общем-то, ну, вот так мы и живем. И кто-то мне еще где-то когда-то написал, сейчас уже не помню, в личной переписке или не в личной, потому что я еще и личные такие переписки веду с некоторыми подписчиками. Моя давняя подруга мне это написала, которая еще и подписчицей моей является, она мне сказала, что вроде как, вот такие, как мы, сидим на шею у Франции, да, у французского государства. Вот. Ну, мы сидим на шею у французского государства, а у, я, например, у Жанлюкова, так скажем, наверное, у него, скорее всего. А у французского государства мне абсолютно ничем и не помогает. Уж прямо вот сейчас, в данный момент мне ничего не дают, у меня никаких благ нету, нет у меня ни, никакие деньги мне не оплачивают, ничем мне конкретно не помогают. Поэтому, ну, я не знаю. Все, у меня Жанлюк за все дела и оплачивает. Там где-то написано, а, да, да, в комментарии было. Написано, что хотелки. Какие хотелки? Самую нормальную жизнь, самую обыкновенную жизнь оплачивается. Это не хотелки, это наша жизнь. Вот. Поэтому, ну, вот так вот думаю, что я рассказала. А, да, я хотела еще о ПАКСе, о браке сказать, обо всем понемножечку. Вчера тоже, знаете, комментарии просто читала, а сейчас стала вспоминать, думаю, о чем же мы вчера, ну, как бы переписывались, писали друг другу. Про ПАКС еще повторюсь немножечко, чуть-чуть, что такое ПАКС во Франции. Знаете, знаю это не потому, что я, допустим, знаю. Я это все подняла, все эти вопросы посмотрела в документах. Это все, кстати, на официальном сайте, можно посмотреть на французском. Вот. Про ПАКС и кто заключает, между кем заключают и когда заключают. Это все, все, все там прописано. Но еще знаю и не понаслышке, потому что у меня близкий человек заключал ПАКС. Я рассказывала, вела рассказ о моей кузине, ничего такого в этом нету. Она заключила ПАКС и потом не получила вида на жительство. Закончилась ее туристическая виза. Она по туристической визе ПАКС оформляла. Закончилась у нее туристическая виза. И все, ей нужно было возвращаться домой. Ее француз, которым она заключила ПАКС, настоял, чтобы она осталась во Франции. Она осталась без, как нелегал, вот, была очень даже к нему, ну, в общем-то, к нему привязана, так скажем. Потому что, ну, привязана в том смысле, что без него-то тут вообще тяжко и плохо. Представляете, нелегалом быть в чужой стране. Вот. Никто ей не дал никакую визу. Никто. Это вот Лариса писала вчера, что тоже у них какая-то знакомая вроде получила по ПАКСу место, карту Сижур, вместо жительства, хотела сказать. Ну, да, карту Сижур на один год. Но если она с этим французом, они не будут жить, то эта карта не продлится. Вот. Там тоже так. Короче говоря, это, видимо, там был еще оговорка, Лариса написала, что у ней есть свои средства, средства, на которые она может жить, она работает на удаленке. Так вот, те, кто никаких средств нет на жизнь, кто не работает на удаленке, таким людям ничего, никакие визы не дают. И потом это, наверное, была не туристическая виза. Тут, знаете, так вообще во французском государстве, так скажем, очень сложная вот эта административная система. Правила довольно-таки, знаете, такие сложные и трудные. В каждом случае свои какие-то, знаете, нюансы там, потому что много нюансов, всех подадут к ребенку, как говорится, тут нельзя грести. Вот, там они, они в каждом случае разбираются, потому как, может, кому-то и выдают, но смотря какая была виза, смотря там какие средства, знаете, еще что интересно. Я знаю людей, которые приезжали сюда, тоже лично знаю, у меня, кстати, дочь приезжала сюда во Францию по визе, визитер была такая виза на один год. Но там нужно показывать большие счета на своем, как говорится, банковском счету. Там определенная сумма должна быть, вы ее показываете в консульстве, да, в консульстве, это когда визу оформляете, они там у вас, да, в общем, короче, там много-много-много всяких нюансов. Не знаю, дают эту визу визитер или не дают, не дают, не знаю. Вот по этой визе визитер может сюда приехать, оформить пакс, и можно один год-то спокойненько жить. Вот, можно, есть такое, было во всяком случае раньше, но опять-таки, если у вас виза визитер, вы не имеете права здесь работать у вас. Это вы как турист, но только по длительной визе, как богатый турист, скажем так, вы тут живете, тратите свои денежки, потому что это очень удобно для французского, допустим, государства, ну, такие правила, вы свои деньги тратите здесь у них, то есть живете, нет проблемы, почему бы и нет. Вот, но это тоже, не знаю, сейчас дают такие визы или не дают, то есть есть у меня, как я уже сказала, знакомые люди, которые, родственники, которые вот таким образом-то и делали. Моя кузина не смогла такую визу получить, потому что на счету у нее не было таких денег. Это нужно было покинуть Францию, снова уехать в Россию, счета свои показать. Короче, ее французу, я так понимаю, не дал ей эту сумму денег, не положил ей на ее счет. Ну, в общем, короче говоря, научилась тоже она хорошо, что быстро нашла мужчину, вышла замуж потом, вот, ну и все, потом работу нашла и работает, как говорится, долго и счастливо так. Ну, это прошла, конечно, тяжелый, тоже нелегкий путь у человека был. Ну, я вот на такие дела-то бы не рискнула, потому что знаю я, уже когда посмотрела, поглядела, знаете, все равно страшно, нужно, чтобы кто-то нас, ну, как сказать, за нашей спиной что-то было и кто-то стоял. То есть нельзя так вот сходу куда-то побежать, знаете, сломя голову. Тут это вот с этими вот тоже визами. И вообще, знаете, мой такой совет, чисто вот жизненный, так скажем, все нужно делать по закону. Вот, нелегал хорошо, но тоже нужно знать, почему вы здесь, как говорится, нелегально и прочее. То есть это тоже, знаете, свои такие нюансы. Мне кажется, если по закону все делать, то оно проще, легче все получается, ну, и лучше. То есть вот так. Это вот мой такой жизненный совет. А так, знаете, прятаться от кого-то, бояться, знаете, что вас поймают там, что вас накажут, что у вас там еще что-то. Ой, это не приведи, как говорится, Господь. Вот. Поэтому это я вам так вот о Паксе рассказываю. Ну, что я еще хотела сказать. Ну, вот, наверное, на все вопросы-то поотвечала. Все вроде, знаете, вот не записала сегодня, потому как день, как я уже сказала, такой, знаете, весь суматошный был. Все, мы бегаем, бегали с утра туда-сюда. Потом вот тут я готовила, потом, значит, вот принимали гостей. Вот сейчас только немножечко освободились к вечеру. У меня уже жалюк тоже подустал. Завтра он у меня на угодье уедет со своим другом, опять что-то там делать будет. Ну, мне, знаете, я думаю, хорошо, я хотя бы отдохну немножечко. Ну, один день у меня будет для меня. Вот, буду сама с собой тут отдыхать, короче говоря. Вот. Отдыхать это не работать. Потому как он мне тоже, иногда, знаете, ну, устаю я от его вот этих капризы, чего-то только. Это тоже, знаете, все-ка бывает. Мужчины есть мужчины. Вот. Ну, ладно, вроде вам про паксы рассказала, которые я уже много раз и рассказывала. Знаете, там тоже столько всяких нюансов, тоже столько всяких вот вопросов. Тоже вот эти, знаете, вот сама сейчас задумываюсь над всеми вот этими вот браками, паксами, конкубинажами. В общем, короче говоря. Все, знаете, легко тогда уже, легко, когда у вас есть карта 10 лет или вы имеете паспорт французского гражданина. Вот тогда вообще, знаете, и паксы вам можно делать, и можно вам, как говорится, конкубинаж. Даже тут уже проблем нет, потому что 10 летка в кармане. Потом она автоматически, как говорится, обновляется у меня. Вот скоро, кстати, она тоже будет обновляться. Буду рассказывать. Я уже вам говорила, я буду вам рассказывать, когда буду обновлять, какие документы требуются, что там нужно, что не нужно. В общем, пока у меня еще только готовлюсь к этой вот второй 10-летней карте резидента. Вот. Ну, посмотрим, поживем, как говорится, увидим, что дальше-то будет. Видите, как все в мире-то сейчас, все это как-то, знаете, короче говоря, шурум-бурум, так скажем. Ну, ладно, я вас всех люблю, целую и обнимаю. Много сегодня говорить не хотелось бы мне, потому что темы какие-то, знаете, с одного на другое так попрыгала, вспоминала все ваши комментарии, о чем вы мне писали, немножко поворчала. Ну, ладно, не обессудьте, как говорится. Ну, пока-пока, до завтра. Завтра, знаете, новый день, может, я что-то тут посмотрю, погляжу, может, что-то и увижу интересное, потому что с кем-то, может, и пообщаюсь, а потом и тема какая-нибудь у меня интересная появится. Пока-пока, спасибо за внимание, приятных снов.